Привет, друзья! Ну что, наступила весна, у всех игра и гормон, особенно у молодежи. Пошли заявки, а подберите-ка мне, пожалуйста, машину маленькую, желательно красненькую, желательно какого-нибудь премиального бренда, если кабриолет, то вообще супер, на лето. Но только вот одна незадача, нужно уложиться в 300, ну в 400, ну вот может быть 450, ну максимум 500 тысяч рублей. Но машину хочу, желательно Мерседес, лучше Порше, подберите. Ну что, обычно объясняем людям, что это невозможно и говорим пока. А тут решили, ну раз такое количество желающей молодежи, выглядит очень круто, но денег пока не так уж и много, а давай-ка мы с Максимом Шелковым поедем-ка, посмотрим-ка, а что действительно можно за эти деньги из вот этого маленького, симпатичненького взять. Слушай, ну я сразу вижу, он как ни бит, ни крашен, да, продается? Не, ну он, конечно, крашен, насчет ни бит не знаю, но он крашен. А можно мы по компьютеру посмотрим? Я включу тогда, покажу, а потом идут. Хороший он вообще, парни, как считаете? Относительно чего? А какого он по ПТСу? Третьего, да? По ПТСу третьего, по двумя и четвертого. Ребят, колесо имейте в виду, заднее спустило у вас колесо. Давно стоит? Лето ждет, наверное, да? Наверное. Ну да, зимой кому он нужен? Вы что, можете это дать? А так-то вы диагностировали, он сколько-то проживет еще хотя бы? Да, он где-то проживет еще. А сколько он, Макс? 320 тысяч. Ну вообще халява, да? Ну да. За 320 тысяч, в принципе, вот так вот визуально, можно сказать, что ты будешь понтово выглядеть-то за 320 тысяч. Вот такой летний вариант, лето покататься. Ну вот так вот, если ты девушка, которая, или парень молоденький. Так, ну у нас по двери шпаклевка пошла. Ну на самом деле... Сколько по двери шпаклевка? Ну тысяча микрон идет. То есть она, вероятно, что лопаться будет довольно высока. Я вот считаю, что в случае, если автомобиль шпаклеван на тысячу, его брать нельзя, потому что это, ну на мой взгляд, так не надо ремонтировать. Но если себе машину покупаешь... Ну я тоже так считаю, что так сразу о качестве ремонта говорит. Просто на таких слоях шпаклевки можно добиться эффекта, как, вот знаешь, яйцо разваливается, скорлупа отваливается, так же и здесь. Ну то есть оно будет трескаться, простыми словами, будет трескаться. Слушай, а зеркала-то были у нее красные, их черные покрасили. Заднее крыло тоже шпаклеванное идет. Ну а там что? Ну она круг вся крашеная. Ну как, крашеная-то понятно, но здесь не по жести, да? Нет, здесь не по жести. Пока шпаклевку я вижу только на, значит, на двери на водительской и на заднем крыле со стороны водителя. Для справедливости разница, что, в общем, у нее несущая часть кузова, которая, скажем так, отвечает за, в том числе и за геометрию, то есть стойки, арки, пороги, здесь все целое. Ну, можно сказать, что это была косметика, если это, конечно, применимо к таким слоям шпаклевки. Нет, ну ты что там, там на косарь шпаклевки какая там косметика? Тысяча. Ну там просто... Некачественная. Ну она там просто была сильно вдарена. Здрасте. Мне пишет парень, на запчасти ценник конский. Правда, не знаешь? Дорого запчасти у него, да? Я отправила ему фотку, что эту машину, смотри. Он пишет, запчасти дорого. Правда дорого, да? Дорого. Ну вопрос такой, если оригинальный брать, то 100% будет дорого. Если не оригинальный брать, то 100% будет дорого. Ой, я не парень. Да, 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 шоу, шоу. Сколько, Макс, пробег у нее? Сейчас подключим. Не, а в принципе по компьютеру не видишь сколько? Плодометру. Сейчас, сейчас, сейчас нету. Пока пробеж 122 тысячи. Ага. Плодометр 122, 421. Ага. А мили или километров? А тысячу километров. Ты видел, там на капоте красили прям сверху. Поэтому. По каким-то попыли, что ли, епсель-мопсель. Что это такое? Попыли сверху. Это пыль просто. Сверху попыли прям покрасили. А здесь, смотри, очень матовое нанесение. Это за счет чего такое получилось? Не из пульверизатора жилье украсили. Короче, начнет шпаклевка отваливаться. Это точно вот основная такая большая проблема. Моторчик так приятненько жужжит, да? Ну, что показывает? Сейчас он тестируется. Ага. Ну, так вот визуально, конечно, будешь... А, слушай, смотри, обратила внимание. А можно копию ПТС посмотреть? Оригинал тоже у вас с собой? Ну, не с собой, а здесь я иду, в офисе. Хорошо. Смотри, знаешь, что я не пойму? Руль очень хороший, а рычаг КПП очень плохой. Ран, скорее всего, не менее. Скорее всего, руль, да, перетянула. Большой вопрос такой, если она была в аварии, например, у нее, может, подушка срабатывала и... Другой руль покупали? Да, вполне возможно, теоретически. Ну, руль прям очень хороший, а как раз-таки селектор очень плохой, затертый и так далее. Но по салону, конечно, готовят они хорошо. А на самом деле так очень даже неплохо выглядит. И вид у нее товар, если присматриваться, то, что у нее там под лаком идет... Не, ну, у нее шпаклевка на тысячу, это очень много. Ну, я имею в виду внешний вид. Внешний вид неплохой, если ты глубоко не копать, там не смотри, там шпаклевка, здесь, там, под лаком. То есть вот просто со стороны посмотреть, с расстояния 10 метров. Ну, конечно, когда машину такого уровня красят так, что пыль под лаком, возникает вопрос. Относились ли так же по технике к ней? Да. Но так, по большому счету, за такие деньги, конечно, понтов ты получаешь, ну, где-то тысяч на восемьсот, на миллион, да? Да. Так, Лен, у нас единственный, у нас такой вопрос. Вот ее оригинальный пробег данного автомобиля, видишь? Двести двадцать один? Двести двадцать одна девятьсот двадцать шесть. А у нее сто двадцать две, да? А заявлено, у нее сто двадцать две, сто двадцать две и против двадцать одного, ну, почти двести двадцать две тысячи. Да, да, да. Ну, два раза, то есть. Ну, на сто тысяч. Ну, смотрите, мы пробег увидели. Для вас это не новость? Понятно. не ну так по технике ребят сразу могу сказать что в случае если пробег 222 эта машина денежный пылесос это нужно понимать и при том что выглядеть вы будете где-то 1000 на 800 на миллион рублей там что большинство людей просто не понимают что эта машина из себя представляет по деньгам расходы будут на нее конечно аховы но купить и выглядеть понтово реально можно все знаешь посмотри на ручку открывания двери голову поверни грызли когтями кто-то цеплялся лучше но после просмотра пробега стоит ли дальше продолжать я не рискну брать такую тачку я я просто боюсь что я без штанов останусь ее обслуживать вопрос такой в два раза считай практически 122 это еще можно жить а 222 это уже не стоит наверное давай и чем мы будем там парней мучить по тестам какой-то просить ну что то получается что у нас пробег сажен по кузову на вся в круг крашеная с элементами шпаклевания это можно это можно закончить посмотрите другие варианты еще лето то хочется без проблем откатать ну да хотя бы лето ладно давай то заканчиваем спасибо большое но хочется с реальным пробегом просто страшно брать машину с такими стоимости с такой запчастей и с таким уже большим пробегом значит эту машину нельзя брать почему но во-первых пробег увидели какой реальный чтобы там не говорили господа из автосалона дальше вы на 99 процентов приедете на достаточно дорогие ремонты и в силу того что денег у вас не так уж и много раз вы покупаете не такую дорогую машину будет вам весьма неудобно этим летом на ней ездить ее обслуживать и второе скоро вы перестанете выглядеть на ней понтово потому что то как сделано 2 никакой критики вообще короче плохо очень сделано она шпаклевка скоро по отрезкается скорее всего будет маленькая сеточка и дверь придется переделывать а если ее переделать по-хорошему то ее на самом деле нужно менять потому что там огромный слой шпаклевки и так конечно не делать поэтому эту машину минусуем поехали смотреть следующее